Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как образовательные учреждения города завершают учебный год? Какие итоги уже можно подвести? Об этом и будем говорить сегодня. В нашей студии руководитель Департамента образования Самары Лилия Галузина. Ваши вопросы, замечания и предложения, а также отзывы о том, как прошел этот учебный год, который, кстати, еще не завершился, принимаем по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Лилия Викторовна. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вообще традиционно как подводятся итоги учебного года, по каким параметрам оценивается эффективность и успешность этого года? Ну, конечно, у каждой школы есть свой ряд параметров, по которым они оценивают, потому что здесь важно не только как мы оцениваем учреждения, но и как они сами себя оценивают по сравнению с собой уже, да, там, условно говоря, прошлогодними. Ну, безусловно, главное все-таки итоги учебной деятельности. Это, начиная с начальной школы, качество образования. И оно проводится отдельно, подводится по всем ступеням обучения. Это и то, как закончили дети начальную школу, и с какими успехами они переходят в пятый класс. И как среднее звено завершают. Отдельно девятый, отдельно одиннадцатый. Конечно, это очень такой хлопотный процесс, но он должен быть, знаете, вот до мелочей выверен, потому что только тогда для педагога, для завуча, для директора есть инструмент, по которому они видят и по каждому предмету, и по каждому учителю, и по каждому классу вот эти вот успехи, либо наоборот какие-то неудачи для анализа. Потому что, да, оценка, она очень важна. Потому что здесь очень важен анализ, конечно. Ну и кроме учебной деятельности, сегодня все-таки огромные социальные функции у школы и очень много проектов, где задействованы и дети, и педагоги, и родители. Это все, что связано с формированием успешного ребенка, потом успешного гражданина. Это участие ребенка в различных проектах. Это его занятость в дополнительном образовании. Вот вы сказали слово «успешный» — это такое ключевое слово, да? Вот важно сегодня быть успешным или нет? Ну, здесь, наверное, важно говорить, что мы подразумеваем под успешностью. Это ни в коем случае не набор, да, вот каких-то таких успехов формальных, потому что ребенок может быть... Ведь что важно для педагога? Найти в чем ребенок будет успешен и помочь ему вот этот успех обрести. Он может быть великолепный спортсмен, но у него очень хорошо учится, да? Он может что-то прекрасно делать руками и в этом чувствовать себя звездой, да? Он может быть очень хорош в какой-то такой общественной деятельности, потому что не только учебными успехами определяется будущее ребенка. И все-таки вы сказали, что это, в общем-то, в образовательном процессе самое главное. Сегодня уже можно какие-то цифры привести? Сколько у нас медалистов? Потому что, как вы сказали, очень важно сравнивать и знать, чтобы оценить. Ну да, у нас на сегодняшний день предварительно 725 старшеклассников будут награждены медалями за особые успехи в обучении. Сейчас, на сегодняшний день, медаль не является, ну, не нужно для подтверждения медали результаты ЕГЭ, ну, если это, конечно, не два. Но у нас таких случаев не бывает, когда у нас медалист, пусть даже пока еще будущий, сдаст ЕГЭ на двойку. Поэтому, в целом, это количество подтверждается. В том году было немного меньше детей, 668. Вот уже прогресс. Не изменяет, да. Это при том, что количество 11-классников у нас в этом году чуть меньше, чем в прошлом. То есть в процентном отношении это хорошая цифра. Ну, мы, кстати, говорим и педагогам, и школам, что не нужно гнаться за медалями. Мы в этом году серьезную проверку провели в школах, где в прошлом году было показано, предъявлено большое количество медалистов. Потому что нам важно, чтобы медаль тоже не обесценивалась. Об этом, кстати, я сегодня тоже слышала, говорил Котельников Геннадий Петрович, как раз вот о том, каков вес медали. Он правильно говорил, что когда-то это был один-два ребенка на школу. Да, на самом деле. Да, и, конечно, здесь вот важно тоже нам вот в этой погоне медалей качество вот это вот выдержать. Но, тем не менее, вот при всех проверках у нас сегодня больше медалистов. И, конечно, у нас хорошие успехи в олимпиадном движении в этом году. Ну, я так скажу, когда команда Самарской области для участия во Всероссийской олимпиаде была набрана, 70% детей были дети из города Самары. Это очень хороший, конечно, результат. Видно, что, безусловно, самарское образование здесь на хорошем счету. И качество хорошее. Четыре школы вошли в топ-500 лучших школ России. Это тоже важный для нас результат, тем более, что он совпал и с нашим пониманием лучших школ. Ну, еще раз озвучу, это не для кого. Не секрет, но, тем не менее, будет приятно еще раз. Это гимназия номер один, лице информационных технологий, Самарский медико-технический лице и молодой, так сказать, лидер. Ну, как сама школа не молодая, директор еще достаточно молод и недавно выбился в лидеры. Лице авиационного профиля. Это очень хорошо показывает и наш общий тренд самарский и самарского образования. Стремление к тому, чтобы дети занимались физикой, занимались техническими науками, увлекались бы вот этими специальностями, связанными с их будущим, вот с аэрокосмическим университетом. И вот результат топа всероссийского показал, что вот мы здесь все, видимо, делаем правильно. Да, это еще одна такая качественная оценка. И относительно преподавателей, каждый год самарские педагоги участвуют в конкурсе профессиональном. Как в этом году было представлено, какие успехи, опять же, потому что мы все помним Сергея Кочерешко, который так выстрелил. Да, действительно. Ну, прославил всю губерию. Конечно, в этом году наши успехи скромнее немного. Мы в областном конкурсе вошли в пятерку финалистов, наш педагог из 176-й школы, учитель физкультуры, кстати говоря. И вообще в этом году был тренд, у нас два учителя физкультуры на городском конкурсе оказались вот в финале. Это здорово. Учитель из Самарского лицея спортивного и учитель из 176-й школы. Она же потом стала у нас и финалисткой, вошла в пятерку областного конкурса. У нас есть в этом году интересный такой успех на конкурсе «Педагогический дебют». Это всероссийские конкурсы. Одна из наших педагогов молодых, педагог гимназии номер 3, заняла там одно из первых мест. Стала победителем в одной из номинаций. Это тоже, безусловно, такая хорошая победа. Ну и почти во всех региональных конкурсах, конечно, педагоги города практически везде оказываются победителями, ну либо суперфиналистами. Понятно. Да, ну тоже хорошо. Хотя, конечно, скажем, итоги областного конкурса в этом году, вот то, что наш педагог только один оказался в пятерке, это на самом деле для нас немножко потеря результата, потому что в прошлые годы по 2 и по 3 наших педагогов входили вот в эту пятерку. Но это говорит о том, что и другие муниципалитеты тоже не ждут, не сидят на месте, тоже совершенствуются. В этом году вот такая борьба была за пятерку. Педагог один вошел. Понятно. А есть ли какая-то такая тематическая особенность у нынешнего учебного года, ну как, допустим, в прошлом году это была победа, да, юбилей победы, да, в этом году, чем, какое было направление основное, красная линия, так скажем. Красная линия. Ну, наверное, все-таки основной, вот такой, знаете, какой-то репрезентативной, что ли, линией этого года стало 55-летие полета человека в космос. Да. Ну, по той простой причине, что она объединила в себе и мероприятие эмоционального ряда, да, и выбор будущей профессии, и очень важный такой краеведческий, что ли, компонент, и внимание, интерес к техническому творчеству. И вот этот весь эффект, конечно, вместе, он, безусловно, дал такой ряд, огромный ряд очень интересных проектов. В каждой школе в этом году были самые разные, посвященные космонавтике, праздники, мероприятия. По-моему, всего около 90, да, было мероприятий, вот что-то такое. Даже в этом году, я вот не помню такого, чтобы мы в этом году несколько раз на телевидении, на самых разных программах информационных рассказывали бы зрителям о том, что будет происходить, ну, и в самом городе, и в школах города, вот в преддверии Дня космонавтики. Начиная с участия в проекте «Русский космос», и заканчивая нашими большими праздниками у «Ракеты», и акции «Подними голову», и, естественно, что в каждой школе были еще и очень интересные такие научно-технические конференции, потому что нам было важно еще и не просто рассказать о космосе, не просто дату отметить. Нам было важно, я уже говорила, в связи с этим еще и еще раз сделать акцент на выборе будущей профессии и на потребности города, вот в таких профессиях. Да-да-да, кто, как не молодежь, поддержит вот этот бренд «Самара космическая», конечно. Ну, и вы знаете, у нас, например, в этом году физику 50% детей выбрали на ЕГЭ сдавать, а в прошлом году еще было 35%, а в позапрошлом было 28%. То есть, вот понимаете, мы видим этот результат, он реальный, он на лицо, работа даром не проходит наша. А что вообще меняется в образовательной системе из года в год? Вот, допустим, какие-то изменения при приеме первоклассников в школу или вот очередности в детский садик? Ведь это тоже меняется, это тоже очень важно. Ну, конечно, все больше и больше мы передаем вот наши вот эти полномочия на уровне госуслуг. И вот сегодня существует так называемый МФЦ, да, вот эти вот центры многофункциональные, где запись, например, в детские сады уже осуществляется только там. Уже даже не надо идти в детский сад. Прием в школу существует тоже через электронную очередь, но пока без посредства МФЦ. И, конечно, ой, тяжелый был в этом году прием, потому что он сразу выявил, но мы и так это знали, ряд популярных, востребованных учреждений, где в первые пять минут уже обвалился, так сказать, прием электронный, да, где оказалось, когда в одну минуту люди подавали заявление, огромное количество людей не сумели попасть в это учреждение. И, конечно, в этой связи огромную работу мы проводим, если возможно, где-то дополнительно набрать первый класс. Для этого нужно изыскать помещение, найти учителя. Ну и, конечно, вы знаете, еще одна вещь выявилась такая, даже не столько, может быть, демографическая, сколько связанная с застройкой. У нас появились такие районы, микрорайоны города, где катастрофически не хватает школ. Это выявил в этом году прием, в частности, это микрорайон 58-й школы, это вот бывший овраг подпольщиков, да. Ну, у нас там просто катастрофа, и мы весь год занимаемся поисками новых площадок для того, чтобы там поставить и новые школы, и новые сады. Ну и, конечно, наши приятные такие моменты, можно и назвать это итогом этого года, потому что именно в этом году идет строительство, идет строительство, и уже отделочные работы идут. Две новые школы, такого не было уже более 20 лет в Самаре. Это действительно событийно. Это школа в двух новых микрорайонах в Крутых Ключах и в Болгаре. Да, просто здорово. Да, это действительно. Поздравляем вас с этим достижением. И думаю, что нужно посмотреть даже сюжет на эту тему, чтобы закрепить результат. Посмотрим и продолжим разговор. Просторные классы, библиотека, бассейн, актовый зал и большой физкультурный комплекс. Новая школа в микрорайоне Болгаре расположилась на территории 2,5 гектара. Сейчас стройка в самом разгаре. Скоро рабочие приступят к внутренней отделке. Насколько качественно идет строительство, оценил глава Самары Олег Фурсов. Инициатором этих работ выступил губернатор Николай Иванович Меркушкин. Мы видим, что строители взяли на себя повышенные обязательства. Школа, мы надеемся, со слов строителей, будет построена за 11 месяцев. Это в два раза быстрее нормативного срока. И ценовая политика, которая применена при строительстве этого здания, она гораздо более привлекательна для бюджета, чем аналогичные проекты, существующие в других регионах страны. До конца июня строители обещают завершить покраску фасада здания. А в июле полностью благоустроить территорию вокруг школы. Работают с опережением графика. Конечно же, и темпы увеличиваются, и все. Любые замечания, любые просьбы, которые у нас есть, они выполняются прямо быстренько. Скажем так, что без всяких задержек. Это совместная работа с городом. Новый микрорайон Волгарь рассчитан на 40 тысяч человек. Ранее здесь уже был открыт детский сад. Теперь будет и своя школа. Она примет учеников 1 сентября. Хочу обратиться к телезрителям. Сегодня у нас в эфире руководитель департамента образования Самары Лилия Галузина. Ваши вопросы, пожалуйста, адресуйте нашему гостю. Скажите, пожалуйста, что сегодня в школах происходит? Потому что, мне кажется, конец мая. Ближе к концу мая. Сегодня мы имеем в виду, сегодня в мае уже. Во-первых, у нас послезавтра последний звонок. Очень трогательный праздник, со слезами на глазах, и радостный, немножко печальный. В ряде школ он уже прошел, но совсем точечно. А главный праздник будет 25-го. И мы потом приглашаем на набережную наших выпускников и педагогов. В час дня у нас там тоже большой праздничный концерт, большое праздничное мероприятие. Поэтому в школах, безусловно, проходит подготовка к двум экзаменам, в девятых классах и в одиннадцатых. В школах очень серьезная подготовка проходит к летней оздоровительной кампании. Потому что каждая школа становится... Вот пункт ЕГЭ становится не каждая школа пунктом ЕГЭ. А вот лагерем оздоровительным городским практически каждая. Сейчас большая работа ведется по подготовке к работе оздоровительного лагеря городского. И набираются профильные смены, формируются вместе со своими программами, которые будут у нас отдыхать дети в загородных наших муниципальных лагерях. Это тоже большая работа. Потом нужно организовать работу детей, вернее, как организовать детей, которые хотели бы с 14 лет трудоустроиться на неполный рабочий день. И которые в городе живут, и чьи родители готовы, вот, своих детей и дети, кто внутренне готов, да, подработать. Это тоже работа серьезная достаточно. Там целый ряд важных тоже этапов должен пройти, чтобы ребенок смог работать. И к этому есть подготовка. Естественно, уже сегодня, ну, идет подготовка и к выпускным вечерам. Ну, и не в таком объеме, как прежде, к сожалению, немножечко ситуация другая финансовая. Но, тем не менее, и подготовка к летним каким-то ремонтным работам, небольшим косметическим на территории. Ну, вот, все школы еще включились в программу городскую «Самара», «Цветущий сад», «Цветущая Самара», да, занимаются активно сейчас благоустройством территории, их озеленением, украшением. Ну, то есть, работы, как всегда, много. И уже сейчас, кстати, в это время уже идет комплектование на будущий год. Уже сегодня нам понятно количество первых классов в каждой школе, количество десятых, одиннадцатых классов. Распределяется нагрузка между педагогами на будущий год. То есть, ну, школа не отдыхает никогда. Да, но особенно вот конец мая – это все равно время подведения итогов, конечно. Ну, итоговые контрольные работы в основном прошли, конечно. Это уже вот последние такие учебные деньки. Да. Да. И, ну, сегодня все говорят о чемпионате мира по футболу, который нам предстоит в «Самаре» встретить. Будет ли развиваться дополнительно вот это направление физического воспитания в школах или нет? Собственно говоря, может, вот как шло, так и шло. Конечно, конечно. И мы совместно с департаментом спорта большую работу ведем со школьниками к чемпионату мира по футболу, когда, ну, во-первых, все-таки на сегодняшний день уже достаточно много существует школьных полей, школьных спортивных площадок. Они, конечно, разные. Есть прямо приближенные к профессиональным. Есть совсем такие, ну, детские, может быть, и небольшие, и не очень оборудованные. Но, тем не менее, для лета они все годятся. Существует программа очень хорошая, она уже несколько лет идет. И это проект «Единая Россия. Лето с футбольным мячом». Мы очень любим его для малышей, для младших классов, для среднего звена. Это бесконечные все лето игры и во дворах, и на школьных территориях. Это, конечно, и работа с детьми, которые будут уже студентами и будут работать с волонтерами. Мы уже сегодня работаем с десятыми, одиннадцатыми классами, рассчитывая на то, что через год, через два они будут уже в студенческой среде. Но какая-то определенная подготовка и языковая, и по, как экскурсоводов, такая краеведческая, у нас ведется среди таких вот, среди старшеклассников. Потом, я надеюсь, ее подхватят вузы. Конечно, это и вообще работа на спорт, это не только футбол, но вот в частности даже в такое тяжелое время мы нашли возможность, глава города выделили деньги на бассейн в 108-й школе, который у нас уже больше 10 лет не функционирует. То есть все равно каждый год целый ряд дополнительных спортивных объектов мы стараемся открывать. Это, конечно, различные вот эти вот программы, которые мы стараемся все время держать. Ну, известная тоже программа «Живу на Волге и умею плавать». Мы тоже ее старательно поддерживаем, да, вот в тех бассейнах, которые работают, летом сейчас будем заниматься. Во всех лагерях и дневного пребывания, и в лагерях загородных везде большие спортивные программы включены. Конечно. И даже, знаете, такие интересные формы работы нашли, например, конкурс на лучшего футбольного комментатора среди старшеклассников. Ну, естественно, все, что касается конкурса рисунков, плакатов. Да, ну вот это традиционно. А вот комментатор, очень интересная идея. Да, да, была придумана. К нам поступает уже первый вопрос от телезрителей. Ольга интересуется. Мы пытались трудоустроить ребенка на лето, и нам сказали, что в первую очередь трудоустроят малообеспеченных и многодетных. Где же поработать ребенку, обычному ребенку из обычной семьи? Если ребенку есть 14 лет, и родители готовы его трудоустроить, мы, конечно, поможем. Давайте завтра в департамент, пускай нам мама звонит, и мы поможем ей. Так, обращаться, Ольга, можно в департамент вот с этим конкретно вопросом. И вам помогут. Следующий вопрос. Каждый год спорят о ЕГЭ. Будут ли его отменять в результате? Или экзамен этот заменят на что-то другое? Ну, я не хочу отнимать хлеб у Светлана Юрьевна, Бакульна, заместитель министра, я так понимаю, к вам придет. Она главный специалист в области по ЕГЭ, чрезвычайно авторитетный, действительно, в этой области. Но скажу одно, конечно, в ближайшее время ЕГЭ не отменят. За эти годы ЕГЭ претерпел очень много изменений, и его все время совершенствуют в содержательном смысле. Уже нет практически ни одного материала контрольно-измерительного, который был бы, как вот раньше, помните, критиковали, тем, чтобы можно было просто поставить галочку и выбрать ответ на угад. Уже таких типов заданий практически нет. Очень много пришло сейчас заданий там, где нужно рассуждать, где нужно аргументировать. Сейчас вновь появилась устная часть в иностранном языке. Вот мы уже с вами как-то говорили, что предварительно до единого экзамена ввели обязательное сочинение. То есть вот все эти недостатки, которые были в едином государственном экзамене, они, конечно, постоянно-постоянно тоже мониторятся, анализируются. И из года в год, из года в год приходят какие-то новые-новые-новые замены в каких-то типах заданий или в самой процедуре. А, конечно, уже сейчас все плюсы единого экзамена, они налицо. Это самое главное то, что ребенок один раз сдает экзамены и за школу, и за вуз, и сохраняет и свои, так сказать, нервы, нервы родителей, и свое время свободное, золотое. И не нужно сначала сдавать когда-то шесть экзаменов в школе, а потом четыре экзамена в вузе. Это безусловный плюс. И то, что намного больше наших детей стало учиться и в Москве, и в Питере благодаря единому государственному экзамену, это тоже правда. Хотя сегодня наша главная задача оставить их в Самарской области, учиться в вузах Самары. Но, тем не менее, сам факт имеет место. Я думаю, что Светлана Юрьевна подробно об этом еще расскажет. Ну вот все-таки тема животрепещущая, и Вера Ивановна продолжает. Как пересдать ЕГЭ? В прошлом году сын его не сдал, в частности, математику. А в этом году он сможет ее пересдать или нет? Ну, все-таки давайте адресуем это к Светлане Юрьевне. Она в среду на все эти вопросы ответит, потому что это абсолютно... Тут масса каких-то нюансов. Каждый год появляются, я еще раз повторяю, новые положения. Она обязательно ответит на этот вопрос, чтобы в среду телезритель смотрела передачу вашу. Игорь интересуется, в прошлом году наш учитель стал учителем России. Будет ли Самара принимать других учителей на конкурсе года России? Да, да, да. Конечно, да. Кстати, замечательно, что об этом люди спрашивают, что они в курсе. Ну, потому что прогремел, да. Об этом знают, да. Наш учитель. Буквально завтра к нам приезжают представители Оргкомитета федерального конкурса. Это замруководитель департамента общего образования, Министерства образования и науки Российской Федерации. Это главный редактор учительской газеты. Они вот завтра встречаются на Оргкомитете. Председатель Оргкомитета, вице-губернатор Дмитрий Евгеньевич Овчинников. И мы уже завтра и будем выезжать на место, так сказать, в одну из школ, которая будет выбрана окончательно. У нас несколько вариантов местом проведения. И уже сегодня мы готовим и программу для гостей. И, естественно, там очень-очень много интересного. Обязательно покажем гостям первую гимназию. К сожалению, в самой первой гимназии проводить конкурс мы не будем, поскольку, ну, логистика нашего города, к сожалению, нам не позволяет это сделать. Но то, что один из дней мы наметили обязательно отвезти всех участников конкурса в первую гимназию, показать им альмаматор, который взрастил у нас Сергея Сергеевича Кочерешко, его самого, так скажем, в интерьере в своем, в любимом и в собственном, это обязательно в программу войдет. Да. Но тема лета, она так или иначе тоже всегда звучит. Тоже много всегда вопросов от родителей, как организовать отдых. И все-таки воспитательно-образовательный момент и в летнее время, чтобы ребенок тоже учился и летом тоже познавал новое. У нас есть сюжет на эту тему. Мы его посмотрим и продолжим разговор. Маша Нарижная заканчивает первый класс и с нетерпением ждет 1 июня, чтобы отправиться в школьный лагерь. Вместе с мамой проверяет сцену в актовом зале. Девочка собирается участвовать в конкурсе талантов. Каникулы, конечно, хочется, говорит Маша, а вот прощаться со школой, пусть даже на лето, нет. Я не хочу расставаться с друзьями. Мне очень нравится ходить в школу и не хочу расставаться со своими любимыми учителями. Каждое утро ребенок с большим желанием и интересом бежит в школу, приходит с массой эмоций, впечатлений. За это хочется сказать огромное спасибо учителям, что они относятся к нашим деткам как к своим собственным. В 16-й школе лагерь будет работать с 1 по 28 июня. Практически все кабинеты будут оборудованы под спальные комнаты, игровые и творческие классы. Спортивный зал, в котором мы проводить будем различные спортивные мероприятия. У нас приглашены на каждый день обязательно гости, которые будут ставить нам спектакли. 170 ребят начальной школы целый месяц будут играть, ездить на экскурсии, смотреть фильмы и заниматься спортом. Трехразовое питание и дневной сон тоже помогут в оздоровлении юных школьников. Несмотря на каникулы, посидеть за партами ребятам в лагере все же придется. Но не в качестве учения, а в качестве развлечения. Их ждет конкурс рисунков. В конце июня жюри подведет итоги. В стенах 16-й школы ждут и старшеклассников со всей Самары на двухдневный краеведческий лагерь имени Михаила Челышева. Оба лагеря для учеников бесплатны. Работа лагеря бесплатна. Государство осуществляет такую очень важную и серьезную работу в летний оздоровительный период. Но те мероприятия, которые проходят, они бывают и на оплатной основе, если это выезд куда-либо, да. Это и бесплатные экскурсии, это и бесплатные все мероприятия, спортивно-оздоровительные игры. Всего этим летом в Самаре будет работать 170 пришкольных лагерей. Почти 13 тысяч ребят посетят их за время оздоровительной кампании. Удивительный, самый хороший показатель, когда ребенок говорит, что не хочет расставаться со школой даже летом. Следующий вопрос от Александра. Когда будет набор педагогов в школу в крутых ключах? Мы отправляем резюме, но нам пока не ответили. Да-да-да, очень хороший тоже вопрос, потому что по моим наблюдениям, по переписке вот в электронной почте, я вижу, что поскольку и сами крутые ключи, микрорайон был для бюджетников, там огромное количество действительно педагогов живет и ждут, когда они будут ходить на работу недалеко от дома. Уже сегодня на подписи у главы лежит постановление о создании юридического лица школы номер 7, имени, ну не буду все рассказывать, все секреты, да, в крутых ключах. Имя пока оставлю для, так скажем, интереса, потом расскажем нашим зрителям. И школа будет огромная, на 1300 мест. По моим подсчетам, это более 100 педагогов. И уже сегодня у нас есть кандидат на пост директора, еще не назначен, но тем не менее согласие, переговоры, скажем так, согласование с Министерством образования и с главой города уже получены. И буквально, вот я думаю, со дня на день такая работа начнется. Поэтому, если вы хотите работать в крутых ключах, но не в школе, но не очень хорошо понимаете, куда вам нужно сейчас подойти, просто присылайте нам на электронный адрес департамента образования свое резюме. Мы их все обязательно директору школы будущему передадим, да, потому что такая работа уже и ею тоже начата. Тем более мужчин, Александр, вот его школа. Как-то вот нехватка всегда. Конечно, но там и не только педагоги, там ведь нужны будут огромное количество и персонала вспомогательного, да, поэтому я думаю, что многие жители крутых ключей и обретут работу недалеко от дома, это тоже важный будет такой социальный эффект. Следующий вопрос задает Софья Александровна. Можно ли пройти подготовку ребенка в первый класс в промышленном районе, а пойти в школу в Октябрьском, потому что мы переедем? Вы знаете, уважаемые зрители, у нас вся дошкольная подготовка, она никак напрямую не связана со школой, в которой вы эту подготовку проходите. То есть, конечно, неформально, если говорить, это, ну, понятно, логично, да, когда ребенок привыкает к школе, привыкает просто даже к ее каким-то стенам, да, к звуку звонка, знает уже, где столовая, там, где туалет, потому что маленький ребенок и меньше времени тратит на адаптацию. Но прием все равно проходит в электронном виде, и он никак не связан с тем, занимался ли ребенок в дошкольной гимназии или нет. Поэтому, конечно, вы можете абсолютно спокойно заниматься дошкольной подготовкой в одном месте, а потом поступать в другую. Эти два процесса формально между собой не связаны. Лилия Викторовна, какие задачи лично перед собой в профессиональном плане вы ставили в начале этого учебного года? И удалось ли как-то все это выполнить? Какие итоги вот вы свои личные можете подвести, как руководитель департамента? Что удалось? Ну, в первую очередь, наверное, мы хотели сохранить контингент детей и количество школ и ничего не потерять. Сейчас это вообще очень важно, потому что процессы очень сложно идут. И хотя у нас есть небольшие такие, скажем так, планы на реорганизацию объединения, но эта реорганизация объединения, она не затрагивает, тем не менее, ни школьные издания, ни какие-то процессы. Коротко время заканчивается. То есть вот главное, и так все сохранили. Конечно, и приобрести, приумножить. Это две новые школы у нас, которые мы построим. Это новые первые классы, которых тоже больше. То есть, в чем база заложена. Спасибо огромное. Спасибо. Поздравляем с такими хорошими итогами. Спасибо вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания.